Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Президент потребовал повысить эффективность, активизировать работу, а также усилить требовательность ответственных лиц. Сегодня Александр Лукашенко провел совещание с членами рабочей группы по проблемным вопросам строительной отрасли. В начале прошлого месяца глава государства поставил задачу изучить и принять действенные меры к исправлению выявленных недостатков. Именно поэтому рабочая группа наделена широкими полномочиями. В свое время мы создали рабочую группу с участием высоких должностных лиц для того, чтобы навести порядок нашей строительной отрасли. Тогда была поставлена задача определить глубинные проблемы строительной отрасли и без всяких докладов, ссылок, информаций навести порядок. Железно. Вот есть проблема, берем ее и решаем. Притом, начиная от конкретного дома, который не строится или просрочено строительство по вине строителей или застройщиков, как мы их называем правильно, и заканчивая внесением каких-то изменений, соответствующих решений на законодательном уровне. Но если нужно, и поправляем закон, если для этого есть какая-то необходимость. То есть мы договорились работать по принципу. Обнаружили, выявили проблему и немедленно ее решили. Притом самым железным и жестоким образом, потому что эта проблема уже зашкаливает. Население крайне неудовлетворено, и особенно те, которые занимаются строительством и предъявляют обоснованные жалобы, жалуются во все инстанции. Я и сейчас в средствах массовой информации получаю обращение на мое имя. Это ненормально и недопустимо в то время, когда работает комиссия. Увидели в средствах массовой информации какое-то обращение группы наших граждан или услышали об этом, немедленно проверили. Если кто-то не исполняет, дана команда правоохранительным органам, наручники и в камеру. И пусть тогда думают, как работать с народом. Я еще раз предупреждаю, что это только начало. Мы таким образом пройдемся по всей стране по всем проблемным вопросам, которые волнуют людей. Начиная от этого строительства и заканчивая ценообразованием. Поэтому мы вынуждены принимать радикальные меры. Если люди не понимают, когда им говорят просто, понятно, спокойно, значит надо принимать радикальные меры. В последнее время я наблюдаю за этим процессом и постоянно это в поле моего зрения. Меня информирует, как работает группа, какие результаты. Вообще-то мы договаривались о средствах массовой информации. Это будет постоянно тематика присутствовать. Я скажу откровенно, что я не очень доволен работой группы. Не очень доволен. И может быть я ошибаюсь, может я не все вижу, может мне плохо докладывают. Поэтому я пригласил вас для того, чтобы вы не отчитались передо мной, а доложили, что уже сделано по тому алгоритму, по тем критериям, как мы с вами договорились. Известный модельер Саша Варламов приговорен к пяти годам ограничения свободы с конфискацией имущества. Также его лишили права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на два года. При этом учли и срок содержания под стражей в СИЗО из расчета год за два. Поэтому выпустили прямо в зале суда. Модельера признали виновным по четырем статьям. Мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере, присвоение имущества и уклонение от уплаты налогов. Напомню, Александра Варламова арестовали в мае 2011 года. По словам модельера, обжаловать решение суда он, скорее всего, не будет. Господь послал от воспитания. Он дал силы его выдержать. Он дал силы разобраться. В людях, в себе, в произошедшем. Мне нужно встать на ноги. Надо научиться ходить. Надо научиться обслушивать самого себя. То есть физически стать более-менее дейспособным человеком. Ему необходимо лечить спину. Очень сильные боли в области спины. А по поводу обжалования приговора надо посчитать приговор, для того, чтобы определиться, будем обжаловать или нет. Потому что на слух у нас принимается по-другому. Закон о конфискации машин у пьяных водителей вступит в силу в октябре. Поправки в некоторые кодексы Республики Беларусь опубликованы сегодня на национальном правовом портале. Президент подписал закон накануне. Среди нововведений конфискация авто, в том числе не принадлежащего самому нетрезвому водителю. Речь идет о повторном случае в течение года. Правда, это не будет касаться ситуации, когда автомобиль угнали. Штрафы значительно вырастут. С 15 базовых величин до 50 стан. И если по вине пьяного водителя серьезно пострадал или погиб человек, виновный может получить от полугода до 7 лет лишения свободы. За гибель двух до 10 лет. При этом никаких альтернативных вариантов наказаний за такие преступления в кодекс не вводится. Как сократить очереди на границе? Об этом идет речь сегодня на встрече руководителей таможенных служб Белоруссии и Литвы. В центре внимания обеспечение стабильности работы пунктов пропуска, а также создание благоприятных условий для перемещения товаров и транспортных средств. Стороны обсуждают и возможность увеличения количества пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. Сотрудничество в гуманитарной сфере обсуждали в Минске постпреды государств-участников Содружества. Концепция рассчитана до 2020 года. Речь сегодня шла о развитии общего образовательного, информационного и культурного пространства, здравоохранения, спорта и туризма. Всего планом предусмотрено более 100 мероприятий. В СНГ сложилась практика объявлять одну для всех стран тему года. Предлагается 2014 объявить годом туризма в Содружестве. Эксперты уже приступили к работе. Сделано неимоверно много. Приняты очень важные документы. Это стратегия молодежного сотрудничества стран СНГ, стратегия сотрудничества в сфере культуры. Ежегодно вручаются межгостарственные премии «Звезды Содружества». И здесь, в Минске, я могу с удовлетворением сказать, с радостью, что ряд достойных представителей культурной элиты Беларуси также были удостоены этой высокой награды. В частности, композитор Игорь Лыченок, известный исполнитель Анатолий Ермоленко. Пасмурная погода установилась в Беларуси. В столице дождь не прекращается с ночи. ГАИ в очередной раз предупреждает о возможном подтоплении улиц. В списке опасных мест Немига, Сурганово, Орловская и проспект Победителей. Всего их полсотни. Полный список можно посмотреть на сайте госавтоинспекции. Летняя погода вернется в Беларусь в середине недели. К выходным столбик термометра поднимется до 30 градусов. Осадки постепенно прекратятся. Кратковременные дожды пройдут лишь по востоку страны. Далее в выпуске спортивное обозрение. Заходите на наш сайт tv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-6600. Всего доброго и до встречи в 16.30.